Привет, друзья! Давно меня не было, не выпускал я видео на своем канале, каюсь практически 8 месяцев прошло с момента выпуска моего крайнего видео и сейчас будем посмотреть этот самый пробел. Почему меня так долго не было? Сначала я расскажу о том, что я поменял компанию, поменял трак, поменял трейлер, но не ушел из автоперевозок. Теперь автоперевозки стали немножко интересней, круче, дороже. Почему? Потому что появился закрытый трейлер, закрытый автовоз для дорогих машин. Итак, друзья, что же произошло за этот период времени? Во-первых, я поменял компанию. Я ушел из CRC-транспорта, проработал чуть более чем полгода, приступил там в декабре месяце 2018 года и проработал до июня 2019 года. За это время я познакомился с новой техникой, с новыми интересными людьми. Я безумно благодарен компании CRC-транспорта за то время, которое я мне провел. Это сумасшедший опыт, много всего интересного и прекрасного произошло. Вы можете оценить ту работу, которая у меня была по видео, по тем предыдущим видео, которые есть у меня на канале. Итак, у нас верхний фронтьер. Я уже залез, глянул. Вроде бы все нормально, все держится, все закреплено. Здесь все с машинками тоже здорово. Я не вижу никаких проблем, никаких повреждений. Все хорошо. Все ремни на месте. Это все, что касается нашего груза. Груз не сдвинулся. Здесь тоже все нормально. Серим не на месте. Серим не на месте. Еще находясь в отпуске, мне поступило довольно интересное предложение, которое открывало яркий горизонт и перспективы. Предложение было о том, чтобы прийти в компанию, работать на закрытом автовозе. Закрытый автовоз бывает тоже нескольких типов. В Америке они называются Enclosed. Так вот, эти самые Enclosed бывают двух типов. Первый тип это SoftSide. Это что-то вроде стингера на 9 машин, которые просто-напросто оттянут брезентом. Это типичный SoftSide. А также есть HardSide. HardSide LeafGate. Это довольно передовая техника. Это трейлер очень похож на DryVen. Правда увеличенный, слегка DryVen. В который помещается до 7 машин. Трейлер также оборудован гидравликой, специальной электрикой, которая управляет рампами по повышению и понижению уровня, чтобы вы могли загнять эти самые 6-7 машин. Также трейлер оборудован LeafGate. То есть это специальный лифт, платформа, на которую заезжает машина и поднимается на первый или второй этаж, соответственно, для того, чтобы ее можно было загнать и упаковать в этот самый трейлер. В общем, работа должна была быть довольно интересной. Я согласился. И, собственно, попал с корабля на бал, прилетел в Соединенные Штаты. Уже на второй день мы выехали в рейс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В рейс выехали с моим очень хорошим и давним знакомым, который, правда, в этом бизнесе тоже был относительно новичком. И мы первое время ездили довольно аккуратно, делали все не спеша. Все, что касается опыта по работе с автовозами, у нас он был примерно на одинаковом уровне. Ну, точнее, у меня опыт-то уже был, потому что я проработал до этого полгода на открытом трейлере. То у него этого опыта не было практически никакого. Но, тем не менее, я считаю, что если человек дружит с головой, понимает прекрасно, что нужно делать и как нужно делать, если все это делать не спеша, несколько раз отмерить, чтобы один раз отрезать, то все будет замечательно. Тем более, когда вас двое, вы всегда друг друга страхуете. И, в общем-то, мы делали все не спеша, но при этом делали быстро. Класс! Кое-что перевозят? А? Кабриолетик. Бомба просто! Погнали! Иногда бывает сложно или практически невозможно подъехать клиенту за машиной, поэтому приходится парковаться на ближайшем удобном месте и пригонять авто своим ходом. Вот примерно так мы поступили с вот этой красоткой Остин Хилли в горах Колораба. Просто офигеть! Вот это машинка! Pontiac Firebird. Тахометр у Pontiac на капоте. Колесики такие. Настоящий американский muscle-cut. Состояние такое очень прикольное. Забираем. Загружаем. Вот так. Забирали такой пепелац в пустыне Невады. Хозяин передел шевроле 54-го года в злой стрит-роп. Куча электроники внутри. Новый мотор. Коробка автомат. Но вот это вот очень прикольно. Нажимаем чуть вниз. Как вот тебе такое, Иван Маск? Хе-хе-хе. Ну, мы в лес приехали. Ха-ха-ха-ха. Жесть! Просто лес. Мы приехали, походу. Навигатор показывает, что мы почти на месте. Редактор субтитров А.Семкин А вот, друзья, зацените. Перевозили такой старый 37-го года пикап GMC. Весь ржавый. Настоящий трак апокалипсиса. С топором и пилой, прикрепленными по быкам. Но, кстати, мотор и коробка. Здесь автомат. Мотор тоже новый стоит. В общем, тачка очень-очень классно. Выглядит очень эффектно снаружи. Клиент, который заказывал эту машину, он сказал, что он так на ней и будет кататься, пугает соседей и всех окружающих. В общем, тачка классная. Притягивает взгляды буквально всех. Мы пока ее грузили, разгружали и перегружали. Вокруг собиралось огромное количество людей, которые интересовались этой машиной. И, ну, были просто в шоке от того, как она выглядит. Друзья, один из самых ярких моментов в этой профессии, то, какие тачки иногда попадаются. В данном случае это Chevy Ball Air времен Элвиса Пресли, который коллекционер в своем гараже довел до состояния музейного экспоната. Он вложил в нее всю душу и довольно большие средства, после чего продал для того, чтобы закончить свои новые проекты. А, в общем, смотрите все сами. Тачка просто невероятная. Просто уникальная машина. Вот, американец тех годов Элвисовских. 57-й год. Chevy Bell Air. Весь оригинальный. Абсолютно. Двигатель оригинальный. Все до болтика оригинальное. Краска оригинальная. В общем, машина просто космос. Салон. Чайка отдыхает. Зацените вот эту вот штуку. Ну, коробка автомат, понятно, все дела. Очень крутой салон. Купешка двуфдверная. Bell Air. Полностью восстановленная, отреставрированная. В идеальном состоянии машина. Буквально пару каких-то мелких царапин. Оригинальная окраска. Тут, по-моему, даже вот это колесо оригинальное, потому что я вот вижу, судя по наклейке, она никогда не ставилась, но наклейка еще и с тех времен. Просто из тех времен. Какого года колесо? Ну, не знаю, наверное, года 58-59. Кубки, которые, собственно говоря, достались за завоевание каких-то званий у этой машины, в которых она участвовала, выставки и так далее, и тому подобное. Такой вот old timer. Шевроле. Американ три. Офигеть, мужик. Состояние машины только что из салона. Посмотрите на это. Это просто офигеть. Фишка этой машины еще и в том, что здесь есть кондиционер. Уже в этом году дал часики. И даже есть такой вот бардачок. Класс. Даже коврики оригинальные. Дома. Да. Мини-минги. Ну, просто свадебный автомобиль. В чистой воде. Заводим. Часики. Радио еще старое, old timer. Панелька просто сумасшедшая. Тысяча миль пробега машины. Даже здесь инструкция от Chevrolet, как переключать передачи. Вот, собственно говоря, ручка переключения передачи. Свет включается таким вот образом. На себя. Вайперсы. Это дворники. Точно так же на себя вытаскиваются. Включаются. Заводим. Ну. Атас. Поехали. Точно так же на себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, наверняка многие из вас хотя бы раз в жизни видели, слышали, а может быть даже кто присутствовал на соревнованиях по ускорению на четверть мили. В Америке очень популярная тема, здесь строят специальные трассы, конструируют невероятные машины для этих дел с вот такими колесами, гигантскими двигателями, спойлерами сзади, парашютами для торможения и прочими-прочими-прочими вещами. Вот мы забирали одну из таких, Pontiac Firebird, сконструированный специально для драг-рейсинга. Чувак гонял, после этого устал, семья, дети, сами понимаете. В общем, решил он ее продать. Продал эту машину за копейки на eBay, потому что не выставил на нее специальную ставку, которую должны перебить. В общем, ее купили за 15 тысяч долларов. Я думаю, 15 тысяч долларов, там двигатель стоит дороже. Но самое веселое даже не это. Машина классная, она не заводилась. Хорошо, что мы работали в Тиме, и мы эту машину просто затолкали в кузов. Так-то намучились мы, в общем-то, довольно потратили немало времени для того, чтобы ее просто запихать. Ну, когда выгружали, пришел хозяин, нам помогал ее выгружать, эту машину. И, честно говоря, признался, что он не знает, что он с ней будет делать. Он не гонщик, он просто увлекается автомобилями. Сказал, что, наверное, я просто ее буду собирать, потом показывать своим друзьям, заводить на досуге и все. Кататься на ней по городу, в общем-то, даже и нельзя. Они сделаны специально для того, чтобы гонять на трассах. В общем, тачка огненная, очень крутая. Смотрите сами. Вот это машина. Сзади такие слики. Это, конечно, чисто для гонок. Гоночный аппарат такой. Офигеть. Панчак, фарбурат. Фарбуратерный. Йомая. Одним из самых популярных автомобилей, которые мы перевозим по Америке, на закрытых автовозах, это, конечно же, спорткары. Их попадается довольно много. Они идут от дилерской на дилерскую, с дилерской клиенту. Клиент клиенту продает машины на аукционах. В общем, много автомобилей, которые вызывают, ну, просто восторг. Стоят кучу денег, новые, бэушные, кто-то ездит, путешествует на этих машинах и потом перевозит их обратно домой с помощью автовоза. Кто-то покупает эту машину на другом конце страны и везет ее себе домой, потом с восторгом ее распаковывает. Когда мы выгоняем ее из трейлера, он снимает на телефон и восторгается, и зовет всю свою семью смотреть, как, смотрите, какую классную Феррари мне привезли. В общем, смотрите сами. А, кстати, напишите обязательно в комментариях, какая тачка вам больше всего понравилась и почему. Ох, какая красавица. Феррари писта. Не путать с другими частями тела. Собираем на дилерской клиенте. Это красот. Все в карбоне. Доба. Доба. Ну что, погнали. Доба. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»